9 лет мучений. Именно столько времени жительница города Генриета Тулина не могла добиться получения первой группы инвалидности. В нашу программу женщина обратилась от безвыходности. Все эти годы она буквально засыпала бюро медико-социальной экспертизы письмами и требованиями, наконец признать, что сама себя она обслуживать не может. Однако толку от этого было немного. Кирилл Мигель с подробностями. Вот, месяц до аварии Кемер. На этих фото Генриета Васильевна с мужем на семейном отдыхе. Еще счастливая и беззаботная. Секунда и жизнь перевернулась с ног на голову. Ноябрь 97-го. Страшнейшая автокатастрофа. 10 переломов, тяжелая черепно-мозговая травма, 270 дней, проведенных в ЦГБ. Неудачная операция и в результате полный паралич одной ноги. Может я симулирую, меня тыкали в эту парализованную ногу иголками до крови. Я же не чувствую. У меня угроблен седалищный нерв по нулям. Вот документы. Седалищный, малоберцовый, большоберцовый и чувствительный. Угроблено все по нулям. Но ничего этого они не описывали. Типа бумаг рядом с женщиной сплошь. Выписные эпикризы, медицинские заключения, решение комиссии МСЭ. Отписки. Обобщает Генриета Васильевна. Впрочем, в 2000 году ей все-таки удалось добиться признания ее инвалидом первой группы. Когда жительница города уехала на лечение в Курган. Причем это стало неожиданностью даже для нее самой. Я ни заявлений не писала, ни просьбы не писала, никаких здесь обследований дополнительных не делала. Мне туда заочно и досрочно прислали первую группу. Не в срок, а досрочно прислали первую группу, чтобы не опозориться перед иногородними врачами. В 2004 группу снова сняли. Ведь в Кургане врачи таки поставили Генриету Васильевну на ноги. С трудом на костылях, но она могла передвигаться. А раз так, то и степень инвалидности можно изменить на менее серьезную. Решили здесь. На этом лечение практически закончилось, рассказывает женщина. И как следствие, серьезное ухудшение состояния. С того самого времени она пытается восстановить статус инвалида первой группы. Но тщетно. Я скандалистка, я симулянтка. То есть легче, конечно, человека обозвать симулянтом, чем его лечить. Сахарный диабет, ишемия, спондилез, коксартроз, гиперлепидемия. Все вышеперечисленная, лишь крохотная часть того букета диагнозов, которые поставили Тулиной десятки врачей. От Москвы до Латвии. В день съемок Генриета Тулина ждала очередную комиссию из МСЭ, чтобы еще раз предметно поговорить о них с экспертами. Но звонок в дверь так и не раздался. Добрый день. Это Тулина у телефона. Скажите, пожалуйста, вы меня ориентировали, что сегодня в 12 будет комиссия? Как-либо комментировать эту ситуацию, специалисты Бюро МСЭ и Центральной городской больницы отказались, сославшись на врачебную тайну и закон о защите персональных данных. Но как бы там ни было, Генриета Тулина не перестает надеяться, что когда-нибудь ее вопрос все же будет решен. И верить, что в людях еще живет чувство сострадания и здравый смысл. По крайней мере, говорит она, с приходом нового руководства в ЦГБ, хоть лекарства и стали выписывать без перебоев. Кирилл Мигель, Антон Владимиров. Новости нашего города. Пока этот материал готовился к эфиру, стало известно, что проблема решена. Эксперты Бюро МСЭ после комиссии на дому у Тулины вынесли свой вердикт присвоить Генриете Васильевне инвалидность первой группы.